Сегодняшняя тема. Напомним, в субботу крупнейшая молочная компания Новой Зеландии Фонтера сообщила о загрязнении концентрата сывороточного белка бактерии Клостридиум ботулином, которое вызывает ботулизм. Продукция компании использовалась в основном для производства детского питания. Министерство сырьевой промышленности Новой Зеландии сообщило, что в целях предосторожности с внутреннего рынка страны отзывается следующая потенциально загрязненная продукция, питание для детей с рождения на 3-ше карикар инфант формула стейдж-1, питание для детей от полугода на 3-ше карикар стейдж-2 фоллоу-он формула. Кроме этого, новозеландские власти отшлеживают поставки всей потенциально загрязненной продукции, в том числе, и за пределы Новой Зеландии. Однако российский Роспотребнадзор не получил полной информации о причинах и источнике заражения продукции компании Фонтера, об объемах и видах конечной продукции, которая была произведена с использованием некачественного сырья, объемах экспорта потенциально опасной продукции и странах-импортерах, а также о контрагентах, через которых мог осуществляться экспорт загрязненной продукции. Также нет информации о количестве загрязненной продукции, поступившей на рынки и впоследствии выявленной изъятой в связи с инцидентом, и мерах, предпринимаемых властями Новой Зеландии с целью недопущения повторения подобной ситуации в будущем. Роспотребнадзор продолжит следить за ходом расследования загрязнения продукции Фонтера, чтобы не допустить попадания к российскому потребителю опасных продуктов. Напомним, запрет на поставку в России данной продукции Роспотребнадзор ввел в субботу.